МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского обзор главных событий этого дня. В студии Ирина Камышова. Накануне Акимгорода лично объехал почти все дороги Караганды и указал на недостатки, которые необходимо устранить. 1 июня, Международный день защиты детей, в рамках этого праздника в нашей республике проводится конкурс детского рисунка Арманхала Мастана. Солнечный праздник устроили для малышей представители карагандинского филиала Цеснабанка. В последнее время в нашем городе все больше внимания уделяется состоянию дорог, которые, к сожалению, в большинстве своем оставляют желать лучшего. Сколько бы ни бились чиновники с компаниями, занимающимися укладкой дорожного покрытия, результат это не приносит. Накануне Акимгорода лично объехал практически все дороги Караганды и указал на недостатки, которые срочно необходимо устранить. Глава города осмотрел дорожное покрытие на юго-востоке и дороге Октябрьского района. Где-то дорожное покрытие было в надлежащем виде, а где-то состояние асфальта оставляло желать лучшего. Конечно, главы управления, занимающиеся ремонтом, отчитывались о проделанной работе, но на деле оказалось, что не везде дорожное покрытие находится в хорошем состоянии. На ремонт и содержание дорог в нашей области выделено 3 миллиарда тенге. Аким поручил лично отчитываться начальникам дорожных управлений о всех проделанных работах и о состоянии дорожного покрытия. Александр Крылов, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Развитие малого и среднего бизнеса в моногородах. По такой программе партии Нуратан вчера состоялся круглый стол с участием представителей акиматов городов. Продолжит Мирамгуль Салакимбаева. Цель круглого стола – поддержка реализации положений посланий президента Республики Казахстан по поддержке и развитию предпринимательства. Разработка и внедрение системы, мотивация сотрудников подразделения акиматов, влияющих на развитие бизнеса в регионе. Также разработка перспективных бизнес-карт. По словам сотрудников партии Нуратан, моногорода можно использовать как пилотные регионы для проверки успешности решения проблем малого и среднего бизнеса. Нам бы хотелось представить вам проект, проект именно развития малого и среднего бизнеса в моногородах. Значит, мои коллеги представят. И затем уже есть определенный опыт, уже положительный опыт в корпорации «Казахмыс» некоторых государственных органах, где уже эта программа работает. И именно в рамках этой программы развития малого и среднего бизнеса в моногородах проделана определенная работа. За круглым столом собрались представители управления предпринимательства и промышленности акиматов городов Тимиртауса, Рани, Шахтинска, представители фонда Дому, корпорации «Казахмыс». По итогам круглого стола были приняты рекомендации по активации работы деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, а также дальнейшая реализация государственных программ по их поддержке. Мирамгуль Салкимбаева, Толиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Международный день защиты детей. Светлый праздник, когда свершаются чудеса и притворяется жизнь добро. Сегодня аппарат Акима города во главе с самим Бауржаном Абдишевым подарили больным малышам частичку себя. Подробнее в следующем материале. Сегодня Центр крови принимал особых доноров. Поделиться частичкой себя, Международный день защиты детей решили сотрудники аппарата Акима города во главе с самим граноначальником. Несмотря на то, что некоторые госслужащие сдают кровь впервые, никто из чиновников не испугался медицинских процедур. Решили на своем примере, на примере госслужащих, на примере руководства города показать всю значимость данного мероприятия, что действительно сдача крови может спасти кому-то жизнь. На самом деле, какой-то, пусть небольшой, но вклад в спасение чьей-то жизни. Я сам сдаю впервые, в силу времени не всегда бывает, хотелось бы, конечно, чаще. Аким города Бауржан Абдишев, пройдя все обязательные медицинские процедуры, расположился в удобном кресле и отдал почти пол-литра собственной крови. Сам Бауржан Абдишев рассказывает, что донором он становился не раз, а вот в новом центре крови, построенном в прошлом году, он впервые. Самое первое, конечно, это День защиты детей. Все, что мы можем в этот день, максимум внимания. Я думаю, что вот эта кровь, которую сегодня дали все сотрудники исполнительной власти, они в надежде того, что это тем детям, которые болеют вот этой болезнью, она, конечно, принесет свою пользу. И мы надеемся, что благодаря вот этой акции, этому делу благородному, я считаю, дело, которое мы проводим, многим будут спасены жизни. Донором может стать любой физически здоровый человек. Добровольная сдача крови, по словам специалистов, это акт человечности, милосердия и сострадания к людям. Но что интересно, сдача крови полезна и самим донорам. Доказано, что у них улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус. Но главное, это кровь – источник жизни. Возможно, что сегодня кровь государственных служащих поможет спасти жизнь маленькому ребенку. 1 июня – Международный день защиты детей. И в рамках этого праздника в нашей республике проводится конкурс детского рисунка «Арман Халам – Астана». Доворец детей и юношества стал центром детского творчества, где и подводились итоги конкурса. Организаторы поставили целью данного мероприятия содействие духовному и интеллектуальному развитию детей и подростков, а также формирование патриотического воспитания. Пока это проходил только лишь первый этап, во второй проходят лишь те дети, которые заняли первые места со всех областей. Призы же от спонсоров достаточно хороши. За первое, второе и третье места ребята получат видеокамеру, электронную книгу и фотоаппарат соответственно. В день детства множество коллективов собралось для того, чтобы поздравить всех присутствующих с праздником. В этот день хочу поздравить всех детей с праздником, а также пожелать, чтобы в жизни каждого ребенка было счастливое детство. Тут были и танцы, и завораживающие фаер-шоу, и песни, а также музыкальные номера. В общем, в мероприятии приняло участие 57 детей, и все остались довольны. Без подарка никто не остался. Александр Крыло, Дмитрий Оборг, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Все праздничные концерты посвящены детям. Во Дворце культуры Горняков с праздником поздравили самых маленьких горожан. Во Дворце культуры Горняков для всех детей города организована концертная программа. Виновников торжества поздравила первый заместитель председателя Народной демократической партии Нур-Отан Хадиша Успанова. Дорогие ребята, вы знаете, что в нашей стране уделяется большое внимание нашим ребятам, нашим детям. И вы знаете, что этот праздник, это праздник международный, то есть он празднуется во всем мире. Я хочу пожелать в этот солнечный, светлый день, чтобы у вас вот так начиналось лето. Хочу пожелать, чтобы вы летом укрепили свое здоровье, были здоровыми, хорошо учились и радовали своих родителей. Со всех детсадов и лагерей города собрались малыши, чтобы показать свой талант, умение петь и танцевать. Маленьких малышей пришли поздравить и сказочные персонажи. Жизир Абдраимова, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Каргандинский. Солнечный праздник устроили для малышей представители карагандинского филиала Цеснобанка. Конкурс рисунков на асфальте, бесплатное мороженое и море подарков. Сегодня Цеснобанк исполнил все мечты маленьких карагандинцев. Сегодня в Центральном парке звучала веселая музыка, был слышен детский смех и радостные возгласы малышей. В Международный день защиты детей карагандинским филиалом АО «Цеснобанк» был организован красочный конкурс рисунка на асфальте, в котором приняли участие более десятка маленьких горожан. Очень старались юные участники. Каждый ребенок чувствовал себя художником, полностью перевоплотился в образ рисунка. Всем ребятам удалось передать настроение этого солнечного дня. Победители ждали ценные денежные призы. Первое место это 15 тысяч тенге, второе место 10 тысяч тенге и третье место 5 тысяч тенге. Также имеются поощрительные призы. У всех ребят рисунки получились яркими и красивыми. Жюри трудно было выбрать призеров, однако победитель все-таки нашелся. Им оказалась очень скромная Софья Иманова, которая изобразила на своем рисунке байтирек. Лично мой вопрос, который я бы хотел задать, почему именно ты нарисовала байтирек? Я тоже хочу рисовать. Почему-то она учит. Наверное маму спросим. Маму заритовать. Мы просто жили в Астане и они скучают, постоянно вот они эти рисунки воспроизводят. Без подарка в этот день не ушел никто. Всем были вручены поощрительные призы. Блокноты от устроителя мероприятия и яркие шары. На этом приятные сюрпризы не закончились. Какой ребенок не мечтает о большом количестве мороженого? Сотрудники карагандинского филиала Цеснобанка, перевоплотившись в добрых волшебников, исполнили и эту мечту. Всем детям было роздано бесплатное холодное лакомство. Настроение было у всех замечательное. Детский сад Гаухар уже на протяжении нескольких дней проводит выпускные вечера. Дошкольное заведение проводило более 80 своих воспитанников в школу. В нарядном зале на праздник собралось много гостей. Здесь дети показывали свой талант, путешествия по стране знаний. В свою очередь родители гордились своими детьми и радовались. Мой внук сюда ходит четвертый год, с трех лет ходит. Я очень рада, что он ходит в этот садик, потому что редко бывает, чтобы ребенок ходил с охоты. А мой ребенок всегда ходит с охоты. Он сам встает, с удовольствием идет. Я благодарна этому садику, благодарна моим воспитателям, потому что они столько много вложили детям, особенно Алия. Он научился говорить по-казахски, он научился писать, научился считать, умеет петь. С приходом у нас в садике произошли изменения. С приходом нового руководства вообще наш садик преобразился. Как материальным в плане, так и воспитательным в плане. В детском саду Гаухар сейчас воспитывается около 300 детей в 12 группах. Здесь они получают разностороннее обучение по самым важным, интересным и необходимым для их возраста предметам. Для этого в дошкольной организации создана хорошая материальная база. Стоит отметить, в этом году детский сад отмечает свой 25-летний юбилей. Конечно, мы можем сказать, что наши воспитатели, специалисты, сотрудники очень хорошо подготовили детей к школе. Это показали наши итоговые занятия. Мы получаем очень много благодарности от родителей. Хочу особую благодарность выразить, конечно, нашим специалистам, так как мы уделяем большое внимание английскому языку. Наши дети, вот как мы сегодня показали на выпускных, в совершенстве разговаривают на английском языке. Говорят, песни поют, стихи рассказывали. Так что мы думаем, что наши детки очень хорошо подготовлены к школе. И мы, конечно, деткам нашим желаем доброго здоровья, добрый путь. В конце мероприятия выпускники 2012 года награждали своих воспитателей благодарственными письмами. В свою очередь, коллектив детского сада вручил деткам памятные дипломы. Морал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Еще больше новостей на нашем сайте, адрес на экране. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго, Салбонсдар! Салбонсдар!